Приветствую! Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Сделано это было в связи с тем, что из Украины депортировали детей, а это признается достаточно серьезным преступлением, чтобы Международный суд принял такое решение. Что такое вообще Международный уголовный суд? Это, по сути, надгосударственное, либо межгосударственное, здесь уже как угодно можно называть, кому как нравится, учреждение, которое распространяет свою юрисдикцию вроде бы на весь мир, как бы на весь мир. И смысл этого суда в том, что если кто-то где-то в мире совершает, ну, самые ужасные, самые страшные и массовые преступления, и при этом юрисдикция там внутри страны, да, каких-то органов не позволяет этого человека остановить, то вот здесь выходит на арену Международный уголовный суд и говорит, что мы можем этого человека остановить от лица всего международного сообщества. Все международное сообщество, не совсем все, естественно, потому что этот суд, собственно говоря, у него есть учредительный документ, называется Римский устав Международного уголовного суда, и его на сегодняшний день ратифицировало более 120 стран мира. Вот, эти страны признают юрисдикцию, и что значит вот этот ордер, какое юридическое значение этого ордера? Если Владимир Путин окажется в одной из тех стран, которые ратифицировали соответствующий устав, то его должны арестовать и передать в Международный уголовный суд в ГААГе. Ключевое слово «если». То есть, по тем странам, которые не ратифицировали этот устав, он, в принципе, может свободно ездить, ну и, в принципе, если он не выйдет из России, то никаких юридических последствий для него этот ордер не несет. Что касается Украины, то Украина не является участником Международного уголовного суда. Римский устав был подписан Украиной. После этого его передали в Конституционный суд Украины, который перед ратификацией должен был дать заключение, а соответствует ли этот устав Конституции Украины, можно ли Верховной Раде его ратифицировать. Конституционный суд Украины принял решение о том, что Римский устав Международного уголовного суда не соответствует Конституции Украины. Естественно, ссылочка на сам устав и на решение Конституционного суда о несоответствии его Конституции Украины будет в описании к этому видео, вы сможете ознакомиться. Соответственно, получается, что в принципе Украина, в Украину Владимир Путин может в этом смысле свободно приезжать. Естественно, это мы говорим условно, да, мы понимаем, что в реальности этого, конечно же, не будет. В реальности реализовать эту идею невозможно. Что еще нужно понимать? Можем ли мы почитать этот ордер? Нет, ордер Международным судом признан засекреченным в интересах тех лиц, которые потерпевшие, и тех лиц, которые выступили свидетелями по этому делу. При этом на сайте Международного уголовного суда есть публикация о том, что ордер таки выдан, но при этом сам ордер они закрыли. Ссылочку, кстати, на эту публикацию я, опять же, оставлю в описании к данному видео, чтобы вы могли ознакомиться с первоисточником. Что в этом вообще такого? С юридическим значением мы уже разобрались. Но что для меня это значит, как для человека? Честно скажу, меня это очень расстроило. Безусловно, сейчас в информационном пространстве у Украины, да, будут кричать, что победа, перемога и все такое. Я не разделяю эту точку зрения. Не разделяю сугубо, исходя из политического значения этого ордера. Юридическое, понятно, да? Человека признали, по сути, подозреваемым в совершении преступлений. Но какого политическое значения? Вот это самое страшное. Почему? Потому что таким образом западный мир, по сути, признал Путина нерукопожатным. Давайте назовем это так. Это значит, что сегодня сесть с ним за стол переговоров западный мир уже просто не может. По большому счету. Потому что вы же признали его преступником, а с преступником переговоры же не ведутся. И меня это все беспокоит исключительно как человека. И я понимаю, что данное решение Международного уголовного суда и данная позиция западных наших партнеров, партнеров Украины, свидетельствуют о том, что, к сожалению, нам невозможно сейчас ждать переговоров. А это значит, в свою очередь, что мы не ждем окончания войны. И в этом смысле вот эту эйфорию от выдачи данного ордера я не разделяю. Потому что выдача этого ордера для меня означает одно. Война в ближайшее время не закончится. Потому что никто не готов уже разговаривать. Никто не готов договариваться. И это значит, что тот ужас, в котором мы сейчас с вами живем, он будет продолжаться. И, вероятно, только ухудшится. Потому что такая ситуация... Понятно, я в любом случае, я не говорю сейчас, не подумайте, что я там обвиняю Запад в этом. То есть понятно, что такое решение, оно имело под собой определенные основания. И, видимо, стороны в принципе уже де-факто пришли к тому, что переговоры между ними невозможны. И вот эта выдача этого ордера, это лишь то, что, скажем так, выплыло на поверхность, вершина этого айсберга. И в публичном пространстве уже действительно показано, что все, переговоры невозможны. Мир в ближайшее время невозможен и значит, что будет продолжаться война, будет продолжаться в Украине военное положение, мобилизация со всеми ограничениями, запретами и так далее. И, конечно же, это, безусловно, расстраивает. Я очень хочу ошибаться. Это тот случай, когда я очень хочу ошибаться. И я очень надеюсь, что я ошибаюсь в той оценке политических последствий этого решения, которые возможны. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь. И я очень надеюсь, что война все-таки закончится как можно быстрее. В наши дома придет мир и мы сможем вернуться с вами к нормальной жизни. Друзья, собственно говоря, вот этого я и желаю. Желаю вам всем, чтобы как можно быстрее в ваши дома пришел мир, вы вернулись к нормальной жизни, вы смогли вернуться домой, в Украину, кто выехал, да, кто просто выехал из своих городов, но остался в Украине, чтобы смог вернуться домой. И я вам искренне желаю, чтобы эта жизнь была не просто прежняя, а была лучше, чем прежняя. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук, который сегодня решил попробовать себя в роли такого политического, не знаю, аналитика, что ли. И надеюсь, что я очень ошибся в своей аналитике. Пока-пока.